Добрый день дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем новом гайде на кристальную Селесту. Данный гайд подготовлен нашей командой, состоящей из меня и Толкенвейта, Пожопника 228 и отца ВГ. В настоящее время на Селесту имеется полный набор скинов Т1, Т2 и Т3, а также имеется один лимитный скин. Селеста это мощный маг, который призывает звездные ядра для контроля поля боя и нанесения урона, а также наносит кристальный урон от своих автоатак. По истории Селеста дочь Ордана и сестра Вокса, также она является ближайшей наследницей трона Королевы Бури. По истории Селеста, Вокс и Ордан прячутся от войск Королевы Бури, но они решают присоединиться к войне гитийцев против Королевы Бури. Селеста, благодаря своему красноречию, смогла захватить город Манлиль, не пролив ни капли крови. После этого Королева Бури хотела убить Селесту в открытом бою, но она была убита отражающим щитом Катрин, которая спасла Селесту. После смерти Королевы Бури к Селесте прилетают вороны, которые рассказывают ей о том, что она была лишь пешкой в руках гитийцев, и они просто использовали ее в своей войне. И Селеста принимает решение стать новой наследницей трона Королевы Бури. Давайте посмотрим на способности Селесты. Врожденный навык – цвет Джулии. Базовые автоатаки на Селесты наносят фиксированный урон от кристалла при автоатаках, плюс 70% коэффициент от кристалла. Также при попадании автоатаки по цели, цель становится видимой на полторы секунды. Первая способность – Гелиогенез. Селеста создает маленькую звезду в указанном месте и наносится урон противникам в небольшом радиусе. Если Селеста использует эту способность повторно на уже созданной звезде, то звезда превратится в сверхновую и нанесет мощный урон от кристалла по большой площади. При форсировании этой способности радиус применения способности существенно увеличивается. Вторая способность Селесты – Обрушение ядра. Селеста после небольшой задержки оглушает противников в указанном месте, а также наносит урон от кристалла. При форсировании этой способности время оглушения увеличивается с 1 до 1,5 секунды. Коронная способность – Солнечная буря. Селеста выпускает заряды, которые прилетают по прямой через всю карту. Снаряды детонируют при встрече с героями, строениями и лесными боссами, нанося урон по площади. Количество зарядов увеличивается с каждой прокачкой способности. Также, Центральная звезда наносит ощутимо больше урон, чем боковые, а также наносит урон всем целям на своем пути. Селеста – очень трудный в освоении персонаж. Одной из самых трудных задач для новичков в освоении данного героя является то, что требуется привыкнуть к скорости полета снаряда автоатаки. Этот снаряд летит действительно очень медленно, что достаточно непривычно по сравнению с другими персонажами, за исключением Лиры. Поэтому, если вы впервые собираетесь поиграть на данном персонаже, попробуйте сыграть несколько игр в тренировочном режиме. Первой способностью можно замечательно помогать себе в фарме на линии, если правильно размещать звезды на поле боя, а также вовремя детонируя их. Это позволит вам наносить достаточно много урона по крипам на лайне, а также это заставит вашего противника находиться на большом расстоянии от вас, что помешает ему добивать ваших миньонов. Используйте вторую способность только в том случае, если вы уверены в том, что вы обязательно попадете по противнику, иначе вы сможете попасть в не самую лучшую ситуацию. Селеста начинает полноценно раскрываться после восьмого уровня, когда форсирует свою первую способность, и начинает использовать его с большего радиуса, что позволяет наносить ощутимый урон команде противника и при этом оставаться на безопасном расстоянии. Ваша коронная способность может быть использована как для добивания убегающего раненого врага, нанесения урона перед началом тимфайта или же в конце его, а также для того, чтобы добить кракена или золотого майнера у противника. Как мы будем прокачивать способности Селесты? На первом уровне мы изучаем гелиогенез, на втором – обрушение ядра, для того, чтобы в случае необходимости спуститься к нашему кочевнику и леснику и помочь им стычке в лесу. Далее мы форсируем нашу первую способность на восьмом уровне. Нашу коронную способность мы изучаем вне очереди на шестом, девятом и двенадцатом уровне. Примерную раскачку способностей вы можете видеть на экране. Как мы будем закупать Селесту? На стартовом закупе мы покупаем батарейку и два зелья Алкиона. Это поможет нам максимально комфортно находиться на лайне и не просаживаться по энергии. В ранней игре наша задача собрать следующие предметы – Т2 ботинки, тяжелую призму, пробивающую осколок и батарею энергии. Ботинки позволят нам чувствовать себя более безопасно на линии, а осколок с призмой помогут нам наносить большой урон и максимально быстро собрать миф. В середине игры у нас должны быть собраны следующие предметы – Т2 ботинки, отражающий блок, разрушенный миф и канун жатвы. Наш финальный закуп будет выглядеть примерно следующим образом – Алкионовые скороходы, разрушенный миф, канун жатвы, осколок кристалла, эгида и металлический жакет. Если вы чувствуете, что вам необходимо дополнительное замедление против таких героев, как Крул, Райм, Пила, то первым предметом требуется собрать ледяной ожог. И только потом миф и канун жатвы. Кто же будет хорошим союзником для Селесты? Из кочевников это будут те герои, которые могут задержать противников на одном месте и дают Селесте дополнительную выживаемость. Это могут исполнять такие герои, как Финн, Ланс, Катрин и Ордан. Из лесников нам всегда будут рады Така, Глейв, Крул. Вместе с Такой мы можем наносить очень большой бурстовый урон, а с Глейвом и Крулом мы сможем замечательно кайтить и наносить много урона при помощи наших звезд. С кем же Селеста легко расправляется? На Лайне Селеста может легко стоять с Пилой и Кестрол. Финн, Фортрес, Адажева и Скарф также не будут сложными противниками для наций. В свою очередь, кто же будет легко убивать нас? Вокс, Ринга, Лира, Скай и Джоуль смогут без проблем мешать нам на Лайне, не позволяя нам фармить спокойно. Така, Альфа, Рона, Оза, Ворон смогут резко сближаться с нами из леса и уничтожать нас в мгновение ока, а Ордан и Катрин неплохо будут помогать им в этом. Селеста очень сильный маг, который очень слаб в начале игры, но уже в середине начинает раскрывать свой потенциал и в конце становится машиной для убийств. Но при этом, на протяжении всей игры у Селесты очень мало здоровья и поэтому любая позиционная ошибка может стоить Селесты как жизни, так и всей игры. Поэтому, всегда аккуратно выбирайте места для тимфайта. Лучше всего для этого подходят узкие проходы в лесу, там мы сможем более кучно располагать наши звезды и задевать как можно больше противников нашей коронной способностью. Надеюсь, наш гайд понравился вам и вы с нетерпением будете ждать следующий. Мы будем благодарны вам, если вы поставите лайк к этому видео, а также поделитесь им со своими друзьями. Всем большое спасибо, до новых встреч!